Совершенно неописуемый по пронзительности и силе не цикл, а поэма, поэма Сверидова, который вообще просто событие, для нас мы убеждены, что это событие мирового масштаба. Мне кажется, что Дмитрию Александровичу удалось сделать действительно какие-то открытия чисто исполнительские. Это была все-таки премьера, большая премьера этой программы, ни одной публикации. Очень много серьезных музыкантов в зале, полное отсутствие прессы. Именно это был подлинный прорыв, то, что нужно было слышать, на что было обратить самое пристальное внимание, что, кстати, и происходит за рубежом. Первый большой успех, который сыграл свою роль для нас, это был, конечно, успех в Америке. Вокальную музыку Сверидова, к великому сожалению, мало в мире слышали. Это был очень большой риск, но мы как бы на него шли сознательно, и это был колоссальный успех. Тем самым концертом в сентябре 1994 года Хворостовский как бы прощался с Россией на время. Он уезжал, нет, не навсегда, но надолго, на год. Я покинул родимый дом, золотую оставил Русь. В три звезды березнят над трудом, теплит матери старая грусть. Пусть золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, Словно яблонный свет седина в отца пролилась в городе. Я не скоро, не скоро вернусь, Долго петь и свинеть бурье, В стережет голубую Русь. Старый клён на одной ноге. Я знаю, есть радость в нём, Что-то листьев целует дождь От того, что тот старый клён Головой на меня богом. Все люди – одна душа. Я есть ты. Кто может понять это, для того нет больше неразгаданных тайн. Из письма Сергея Есенина. Шостакович, Равель, Пёрсла, Свиридов, Казалось бы, совершенно несочетаемые имена в одной концертной программе. Почему так? Была какая-то задача, идея? Несомненно. Задача была интернациональная. Сделать по-настоящему интернациональную программу, Причём как бы объединённую именно Принципом духовного единства, прежде всего. Духовного единства. И вот это духовное единство мы видим. Каких только мнений о национальной музыкальной принадлежности Хворостовского я не слышала. Великий русский певец, итальянский певец, А может быть, французский, а может быть, английский. Дима Хворостовский, Дмитрий Александрович, человек исключительного таланта. Знаете, глубины артистической, ума, понимаете, культуры. Это наша гордость, это изумительный артист, который сейчас светит как ярчайшая звезда вместе с нашими звездами. Я хотела бы ещё вот какой вопрос задать Ирине Константиновне и вам. Я как-то разговаривала с одним музыкантом и сказала, Дмитрий Александрович ещё не столько собирался спеть «Отчалившую Русь», столько репетировал. И вдруг этот музыкант мне говорит, вот не ожидал, что это герой романа Георгия Васильевича. Ведь это же певец итальянского шлягера. Нет, нет. Странно, да? Неправда. Он поразил при первом своём появлении удивительной исполнительской душой и нутром исполнением русских произведений. Русские. Русские. Чайковского. А как он Глинку спел? Он человек русской традиции, русской жизни, русского воспитания, если хотите. Во-первых, итальянская музыка нам, русским, очень близка. Да. Она для нас, можно сказать, почти что родная, потому что итальянцы нам приехали, привезли свою оперу, они насадили у нас оперу. И из итальянского постепенно вышла великая русская опера. Реально. Понимаете? Начиная с Глинки. Да. И он поёт изумительно, как раз усвоив традиции пения, такого, знаете, мелодичного, красивого, выразительного, он ещё значение придал большое слово, что характерно для русской музыки. Это всё-таки то, что сформулировал Достоевский. Это отзывчивость, всеотзывчивость. Это открытость русского сознания, скажем так, да, к мировой культуре. Поэтому так много крупнейших русских артистов стали явлениями и мирового, и европейского уровня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «Все люди – одна душа. Я есть ты». Есенинские слова – это как бы поэтическая формула того, о чём говорил пианист Михаил Аркадьев. Нам с Дмитрием Хворостовским хотелось сделать многоязычную, интернациональную программу о духовном единстве всех людей. Тот самый взгляд отзывчивости по Достоевскому. Но говорят, что людям Запада очень трудно сделать ответный шаг. Мы всегда остаёмся для них таких спокойных, благополучных, чуть экзотичными, далёкими, загадочно странными. Ну, какое им дело до Руси, куда-то отчалившей? И вдруг мы видим, что реакция выходит, принципиально выходит за уровень как бы чистой экзотики восприятия чужого. Нет, вдруг и эти стихи, эта тема, в частности, тема Отечества, тема ностальгии, тема одиночества, тема катастрофы, тема прощания и тема Вознесения, она, оказывается, связана вообще с мировой культурой и вообще с проблемой человека как такового. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прощай, Гренмада, моя Гренмада, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На веки мне расстаться надо, Прощай, любимый край, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем? Почему? Вообще как бы это очень важная и пронзительная тема, я думаю, для Сверидова, для всего его творчества вообще, а для русской музыки, а может быть для русской культуры в целом. Потому что как бы Русь всегда отчалившая, то есть всегда ушедшая, всегда улетевшая, всегда улетевшая или туда, или ушедшая под воду, но тоже куда-то туда, как в Китеже, да? То есть вообще на самом деле, вот город Китеж, легенда о городе Китеже, как о святом городе, незатронутом самыми страшными событиями русской истории и как бы оставшимся чистым. Это некая мечта об абсолюте, о чистоте России. Это воспоминания о тех, может быть, никогда не бывших моментах русской истории, когда она была еще как бы как невеста. Вот. То есть, другими словами, это глубинная ностальгия России по самой себе. И, конечно, поэзия Есенина и музыка Сверидова в этом смысле сомкнулись друг с другом, но и с великой русской традицией. Субтитры создавал DimaTorzok С озер поднявших сомных, летит небесный сад. Летит, 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 летит в небесный сад. А впереди их лебедь, в глазах, как роща, пусть. Не ты ли плачешь в небе, отчалившая Русь? Лети, лети, не вейся, всему свой час и бред. Ветра ссягают песню, а песня конет в небе. Лети, 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 сватая Русь. Отчалившая Русь – это Россия как таковая. Это судьба России. Это реквием, но светлый реквием по России. Трубит, трубит. Как же быть, как быть теперь нам? На измысганных ляжках дорог. Скоро сама Россию звестью выберет этот поселок. И эти луга никуда не уйти вам от гибели, Никуда не уйти от врага. Ватон, ватон, железным брюхом Занят глотком ровным Русь – это реквием по России. Ох, хипельный рот Ну что значит светлый реквием? Все-таки реквием – это не свет. Нет, все-таки ведь это всегда именно люкс этерна. Вечный свет. А, вечный свет. Конечно, одни центральных слов реквиема – это вечный свет. То есть начало нового бытия. Да, конечно, конечно, конечно. И надежда. Уверю, верю, счастье есть. Еще и солнце неба росла. Звога молитвенником Красной Пророчит благословую весть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Здравствуйте. Сергей Васильевич, и по секрету, если можно, это правда, что Вы пишете специальный цикл для Хворостовского, который он споет в день Вашего рождения. Пронесся такой слух. Уже написано. Написано? Написано, да. Цикл на слова блог? Да, это называется Петербург. Да, часть цикла уже у меня в руках, эту часть я уже выучил, и звучит у меня в голове. Совершенно гениальная музыка. Я молю Бога, чтобы этот цикл был закончен, и очень хочется мне его спеть. День рождения ведь был и теперь, Юрий Георгиевич. А, да, да. Вообще, я очень рад судьбе, моим друзьям, и проведению, и Богу, что я встретился с этим величайшим композитором-музыкантом. И совершенно удивительным человеком. Как Бог судил, Вы должны были встретиться. Да, видимо, мы должны были встретиться. Я сейчас готовлю программу о том концерте, который состоялся год тому назад, где Вы впервые пели «Очарившую Русь» с Веридова. Я почему-то решила заканчивать программу «Перселом» музык. И удивилась своей странной интуицией, когда мне вдруг Ваш концертмистер сказал, что Вы где-то за рубежом заканчивали этим же произведением концерта, где Вы пели с Веридова. Сейчас Вы спели «Перселом» я не знаю по-английски. И публика в двух словах. О чем это? Вперевод. В двух словах. Музыка. Музыка переживает все. Музыка излечивает все. Музыка излечивает даже тиранов и фурии. Гугим чест музыки. Гугим чест музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok